МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Регион 12 информационная программа 12 новостей Республики. Интернет-версия нашей программы на сайте tvregion12.ru. В студии Виталий Рыжков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ешкаролинская набережная через несколько лет обретет полностью законченный вид, протянувшись через весь центр города до микрорайона Ширейкова. На днях проект реконструкции строительства набережной на правом берегу Малой Кокшаги был одобрен на публичных слушаниях в мэрии. Согласно архитектурным планам Марис Граждан проекта, очередной этап реконструкции набережной пройдет на участке от Ленинского проспекта до Вантового моста и далее мимо Ледового дворца до пересечения улицы Клары Цеткин и проезда Кокшан в Ширяйкове. Эта часть набережной будет выполнена в том же стиле, что и в центральной части города. Кроме того, здесь планируется выделить дорожки для велосипедистов. Напомню, что строительство набережной Малой Кокшаги в Ешкароле ведется с 2008 года. Сейчас общая протяженность прогулочной части набережной составляет более 3,5 километров. Со вводом нового участка набережной протяженность рекреационной зоны увеличится почти вдвое. В Мариал выбрали лучших молодых предпринимателей. В финал регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2016» вошли 15 участников. Все они уже занимаются бизнесом. Номинаций было 4. В их числе открытия, работодатель, социальный бизнес и личный вклад года. Победители будут представлять нашу республику на всероссийском этапе конкурса в Москве. Он проходит в пятый раз в рамках реализации федеральной программы «Ты предприниматель». Как показывает практика, молодые предприниматели открывают бизнес в самых разных сферах. Это реальное производство, это и сфера услуг, это различные социальные виды бизнеса, связанные с населением, с детьми, с пожилыми людьми. В принципе, нельзя сказать, что где-то есть такое четкое предпочтение. Самые разные области идут в этом плане. Причем бизнесы расположены действительно по всей территории республики. Победители программы «Ты предприниматель», те, кто пройдут все этапы обучения, те, кто зарегистрирует свой бизнес и примут участие в конкурсе, смогут получить грант за счет средств республиканского бюджета республики Морел в сумме до 100 тысяч рублей на поддержку собственного дела. Всего с 2012 года за время реализации программы «Ты предприниматель» в Морел зарегистрировано около 20 субъектов предпринимательства. Создано почти 300 новых рабочих мест. Одно из главных условий участия в программе – возраст от 18 до 30 лет. За минувшую неделю в республике зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев ОРВИ. Это на четверть ниже порогового уровня, сообщают в Роспотребнадзоре. Число заболевших растет, и это сезонная тенденция. На неделю с подозрениями на ОРВИ и их осложнениями госпитализировано около 100 человек. Большая часть из них – дети. Самыми распространенными последствиями перенесенных заболеваний у детей явились фаренгиты, пневмонии и бронхиты. В Роспотребнадзоре напоминают, что в республике продолжается вакцинация от гриппа. Сейчас уже привито более 42 тысяч детей и свыше 100 тысяч взрослых. Общий охват населения прививками составил почти 22%. Санитарные врачи призывают жителей республики не отказываться от прививок от гриппа. В Йошкарале состоится научное приключение. В воскресенье 23 октября Волготех проводит День абитуриента. В 9.30 двери главного корпуса БКТУ откроются для всех желающих. Школьников, учащихся техникумов и колледжей ждет увлекательный квест «Лабиринт профессий». А их родители – мастер-класс «Поступаем в ВУЗ бесплатно», в котором планируют принять участие в том числе представители Департамента труда и занятости населения Республики Мариел. В завершение праздника – яркая шоу-программа. Напомню, в этом году в Волготех поступили почти 3,5 тысячи человек. Только в магистратуру пришло свыше 900 человек. Среди поступивших в этом году в Волготех около 40% приехали из-за пределов Республики. Оставили сумку или планшет в салоне автомобиля? Будьте готовы к тому, что по возвращении вы можете их не обнаружить. В Мариел участились кражи из закрытых машин. По данным МВД Республики, с начала года было зарегистрировано более 150 автокраж. Из них около сотни в Ешкороле. Причем, словомышленников не останавливают близых жилых домов или общественных мест. Какие автомобили чаще всего привлекают воров и как обезопасить свое имущество? Ответы на эти вопросы искала наша съемочная группа. Расслабились. Именно так говорят в правоохранительных органах относительно автолюбителей, которые в последнее время начали воспринимать личные автомобили как абсолютно безопасные места для хранения вещей, документов, гаджетов. Впрочем, способствовала этому и статистика совершенных автомобильных краж за 2015 год, которая демонстрировала относительно спокойную ситуацию. Тогда как с начала текущего года их уже было совершено в Республике 154, подавляющее большинство которых в Ешкороле. Экспресс к активности автоворов пришелся именно на осень. За октябрь месяц на территории города уже зарегистрировано 9 таких фактов. 7 краж с автотранспортных средств, 1 угон и 1 факт краж с автотранспортных средств. Данный вид преступления совершают в основном молодые люди возраста 25 лет. В основном это жители районов республики, которые приезжают в город. Так, схема действия автомобильных воров очень незамысловата. По данным МВД, эти молодые люди выбирают для краж места вблизи супермаркетов, детских садов, школ, больниц. Не привлекая внимания окружающих, внимательно следят за автолюбителями и отмечают тех, кто выходит из машины без сумки или барсетки, вполне разумно предполагая, что они остались в автомобиле. Распространены также и ночные кражи. Тогда у преступников еще большая вероятность остаться незамеченными. В основном совершаются кражи в ночной период времени. В основном подвержена данному виду преступления территория заводской части города. Воруют в основном из отечественных автомашин возраст примерно 3-10 лет, не оборудованной сигнализацией. Также похищаются еще и аккумуляторы, которые также пользуются спросом, ввиду того, что сейчас уже сезон становится намного холоднее и слабые аккумуляторы не выдерживают. Также был случай на этой неделе, похитили дорогостоящие фары от автомашины Volkswagen Touareg в завечной части нашего города. При этом, как показывает статистика, ценность находящихся в машине предметов для воров не играет решающей роли. Провоцирующим фактором для них остается их расположение на видном месте, отсутствие поблизости хозяев. Стоит отметить, что по словам сотрудников МВД, некоторые жители республики специально не закрывают свои автомобили, будучи уверенными в том, что кражи никогда не подвергнется именно их имущество. Абсолютно непонятно, чем руководствуясь при этом. Поэтому не лишним станет напомнить, что пока ведется следствие и вуры, ежедневно претендующие на чужое имущество, не найдены, автомобили стоит оставлять на длительную парковку на платных стоянках или же в гаражах. Уходя из машины, ненадолго забирают с собой антирадары, видеорегистраторы, навигаторы, сумки, телефоны и, конечно же, документы из бардачка авто. В МРИЛ под суд отправятся подозреваемые в мошенничестве с банковскими картами. Как сообщают в МВД республики, завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего ежкаролинца, обвиняемого в незаконном получении сведений, составляющих банковскую тайну, изготовлении поддельных банковских карт, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации. В качестве потерпевших по делу признаны сразу 8 российских банков. Следствием установлено, что в период времени с ноября 2015 года по январь 2016 года обвиняемый приобрел посредством сети интернет специальное скимминговое оборудование, позволяющее считывать реквизиты банковских пластиковых карт граждан. В общей сложности злоумышленник раздобыл с использованием указанного скиммингового оборудования данные о реквизитах более 400 платежных банковских карт, изготовил более 200 дубликатов. Продать поддельные карты он не успел. Его разоблачили в ходе проведения оперативно-рыскных мероприятий сотрудники отдела КМВД по республике Мариел. В ходе обыска оперативники изъяли заготовки банковских карт, оборудование для считывания записи похищенной информации, а также сотовый телефон, сим-карты и компьютер. Найденных улик и вещественных доказательств хватило на достаточную доказательную базу, в результате чего следствие направило уголовное дело в суд. Волжская Ариада НХ одержала уверенную победу над принципиальным соперником – фармклубом Казанского Акбарса, обыграв его со счетом 5-3 на своей домашней площадке. Хоккеисты не стали тянуть быка за рога и забили пять шайб на двоих уже в первом периоде встречи. Причем Ариада отыгрывалась 1-2 и сначала свела в ничью, а затем и вышла вперед, и все это на последней минуте. Во втором отрезке игры волжане закрепили свое преимущество еще дважды и лишь в конце игры позволили сопернику один раз поразить свои ворота. Домашняя победа позволила Ариаде НХ закрепиться на 15-й строчке турнирной таблицы. Через месяц в МРИЛ станут известны имена людей и названия коллективов, обладателей молодежной премии в области литературы, культуры и искусства имени Ола Каипая. Напомню, она является государственной. Ее номинантами раз в два года становятся талантливые жители республики в возрасте от 18 до 35. Традиционно всех претендентов оценивают по пяти номинациям – литература и журналистика, музыка, народное творчество, изобразительное искусство и актерское мастерство, театральное искусство. В списке претендентов в этом году и творческий проект нашего телеканала – телевизионный цикл, переходя на личности редактора Марии Шевкуновой, оператора Николая Азикова и режиссера монтажа Александра Гавроша. Проект выходит в эфир уже в течение четырех лет. За это время наши коллеги создали настоящую видеоэнциклопедию «Жизнь замечательных людей уроженцев республики». В комиссию на премию поступило всего 15 заявок. Из них 14 допущены к конкурсу. В настоящее время проходит просмотр этих работ, общественное обсуждение. И до 22 ноября будут определены лауреаты государственной премии. Всего премий пять. Напомню, что в МРИЭЛ премия имени Олы Каипая вручается с 1968 года. В советские времена это была премия Ленинского комсомола. С середины 90-х ей присвоили статус государственной молодежной премии. За почти полувековую историю обладателями премии стали более 150 человек и коллективов. Итоги текущего конкурса подведут в декабре. В МРИЭЛ ожидаются заморозки. Согласно прогнозам, предстоящей ночью и завтра в первой половине дня ожидаются осадки в виде мокрого снега. Поэтому в субботу местами может установиться временный снежный покров. Но этот снег, конечно, быстро растает. Дневная температура воздуха в выходные не превысит плюс 4, плюс 6. В воскресенье обойдется без осадков. Кроме того, есть большая вероятность, что погода в этот день побалует нас солнышком. Одновременно с этим начнется понижение температуры воздуха. Днем 23 октября ожидается не выше плюс 5, а в ночь на понедельник может подморозить до минус 5 градусов. Диляра, здравствуйте. Во-первых, рады вас видеть в «Иш-короле». Особенно приятно, что именно с нашего города вы начали гастрольный тур и презентацию нового альбома «Без суеты». А вы и ваша команда мураками суетливы или у вас все разложено по полочкам, вы всегда спокойны, как удавы? Конечно, мы суетливы. И, наверное, поэтому и альбом назвали «Без суеты», для того, чтобы напоминать себе самим о том, что нужно жить без суеты, а о том, что если ты хочешь делать хорошую музыку, ты должен быть менее суетлив. До рассвета нам осталось ровно 364 дня, ничего не поменялось, завтра будет точно так же, как вчера. Вы родились в Санкт-Петербурге, культурной столице, выросли в Казани, спортивной столице. Что скажете о столице Мариэл? Знаете, недавно, совсем недавно разговаривала с ребятами, ну, мы часто там собираемся, беседуем над тем, чтобы увидишь, с чем познакомиться, что посмотреть. И я абсолютно случайным образом узнала, что они не были в Вишкороле. И, в принципе, меня спросили, ну, какие города поблизости есть, которые ты порекомендуешь? Я говорю, ребят, вы в Вишкороле не были, о чем вы говорите? Потому что первый город, который необходимо посетить, если ты, ну, там, живешь в Казани, там, да, соответственно, недалеко, ну, подумаешь, тут немножко совсем проехать, это Ешкорола, конечно. Потому что, безусловно, красота, я не знаю, улицы церкви, люди, ну, там все, вот, и творчество ваше народное, да, имею в виду, и сувениры, и ешкенкот, и, я говорю, даже здесь я в планетарии ваш маленький такой местный сходила, да, и музей. Я здесь, я действительно люблю город Ешкорола. Вспоминая вашу популярную песню, она называется «Нулевой километр», мне кажется, что для каждого человека такая точка отсчета – это разный этап жизни, но для кого-то это свадьба, рождение ребенка, для вас нулевой километр – это что? Если говорить о матери, да, то мой нулевой километр – это моя дочь. Если говорить о, не знаю, о картинах, то тоже у меня есть там своя картина, которую я первая написала, и поэтому она для меня там важна. То же самое о фильмах, но это можно долго расфилосовствовать. Там мой нулевой километр пожирает сентябрьский полдень, по колесам играет оркестр, камень за камнем, камень за камнем. Группе «Мураками» уже 10 лет, радиостанции «Блиц-ФМ» чуть больше 5. Примечательно, что на частоте 105,5 сегодня звучат песни тех групп, которые еще только зарождаются, только еще пытаются выйти на небосклон, на звездный небосклон. На ваш взгляд, как нужно, что нужно делать для того, чтобы занять свою нишу в шоу-бизнесе? Это плодотворный труд и работа. Удача играет какую-то работу? Группа «Мураками» постоянно участник фестиваля «Нашествия», когда много народу, большая сцена, софиты. Вечеринки «Блиц-ФМ» это более камерный, более домашний формат, где вам уютнее, где вам проще выступать. Это абсолютно разная атмосфера, разные эмоции, разная энергия. Когда это огромное количество людей, они ждут у тебя какого-то шоу, звукового, то это одно. А когда ты приезжаешь в более камерное пространство, они хотят как можно ближе быть к тебе и говорить с тобой на одном языке. Дорогой «Блиц-ФМ», мы группа «Мураками» желаем тебе, конечно, хорошей музыки, отличного настроения и чтобы было как можно больше радиослушателей. Диляра, спасибо большое за интервью и до свидания. Публики продолжается. Выпуски МРИЛ-ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем ютуб-канале и группах ТВ-Регион-12 в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова